Всем привет! С чистым четвергом всем! Хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы все беды не гораздо минули вас в сторону, чтобы Всевышний вас всех берег и хранил. Хотела с вами поделиться одним очень полезным обрядом, который осуществляют на чистый четверг. Сейчас я развожу костер, как вы видите. Мне нужны угли. На них я буду выпекать вот такой, посмотрите, хлеб. Смотрите, это ржаной хлеб. Внутри из него я вынула мякиш, спрятала туда крупную, очень крупную зернистую соль самого такого крупного кристаллического помола. И этим мякишем залепила. И получается, это вот такая вот утятница, такой вот горшочек получился из этого хлеба. Когда будут угли уже там на костре, я его туда опущу и позволю ему спечься. Для чего это делается? Так готовится. Один из способов. Таких способов очень много. Этот самый простой, на мой взгляд. Поэтому я решила с вами им поделиться. Вот. Получаем мы черную четверговую соль. Кто не знает, что это такое, спросите у дядюшки гукла. Но он вам все расскажет более подробно, с чем это связано. Могу рассказать о этой соли. Она намного полезнее получается, чем черная. Очень много разных положительных свойств. Вот. Единственное, что у нее есть небольшой недостаток, и в то же самое время и достоинство, это она имеет запах, вот как сероводорода, яйца немножко. Но, как говорят кулинары, то это даже наоборот хорошо. Это придает блюду немножко такой пикантный вкус. И многие блюда, посолив такой солью, раскрывают свой вкус и аромат, и становятся еще лучше. В некоторых ресторанах, достаточно дорогих и элитных, очень часто как раз используют эту соль. черную. Она и эстетично интересно выглядит, она не белая, как обычная, а такие черные кристаллики выходят. Она полезнее, многие знают о ее свойствах. Ну, а мне она нужна как оберег. Если кто еще не знает, то четверговая эта соль защищает еще дом от злых духов, от всяких неприятных вещей. Вот. Поэтому я сделала небольшую порцию. Говорят, вот я вот буквально в этом году узнала, что оказывается, нужно ее за год обязательно скушать. Ну, как-то, насколько я знаю, ее хранят в уголочке, где иконы. Хранить ее нужно в натуральной емкости. То есть это или мешочек из натуральной ткани, или ладанка специальная, или еще бывают из бересты, или из березовой тоже коры, делают вот такие специальные емкости, шкатулочки, и вот в ней хранят эту соль. Она должна быть черного цвета, в зависимости от зажарки она может менять свой оттенок. Вот. Какая у меня получится, я не знаю. Посмотрим. Так. Я сейчас прервусь. Мне нужно добавить туда немножко распола, потому что слишком уж дымно. Вот. Наконец-то у нас опять огонь. Я продолжу рассказ про черную четверговую соль. Соль как раз выготавливается накануне Пасхи. Чистый четверг, как мы уже поняли. Вот. Хранится она целый год. И самое важное, помимо того, что она полезнее белой, это ее охранные свойства. Чистую четверговую соль можно защищать в свое жилище, рассыпав ее по углам дома, хранить ее за иконами, ну, и использовать в качестве оберега, подсыпать ее под коврик, чтобы не перешагнули порог злые люди, чтобы защитили ваш дом от непрошенных злых людей, непрошенных гостей. Вот. И ритуал приготовления четверговой этой соли заключается в том, что нужно прочитать при выпекании ее молитву. Есть несколько вариантов. Ну, самая простая, чтобы вам было легче. Это нужно прочитать отче наш трижды, пока она будет готовиться. Таким образом, вы насыщаете эту соль силой господней. Вот. Как бы даете ей такую возможность. Потом эта намоленная соль вас оберегает на протяжении целого года. Еще есть возможность загадывать желание, то есть, что вы хотите получить в этом году. Вот. Там что-то одно. Но в следующем году вы можете заготовить эту соль и загадать уже что-то другое. И, как говорят вот по этим обрядам, по поверью, что это желание должно сбыться. В этом году очень актуально, я думаю, здоровье у всех. Поэтому в этом году будем загадывать как раз это желание. Будем молить Господа для того, чтобы Он вам даровал здоровье, чтобы все близкие были здоровы, живы и счастливы. Вот. А в следующем году загадаем что-нибудь еще в зависимости от того, что нам будет больше всего необходимо. Вот. Угли практически уже готовы. Вот немножко уже догорает. Если вы видите, я туда еще бросила корочки апельсина, чтобы немножко насытить. пикантным запахом. Там есть еще разные способы. Кто не может на открытом огне, есть способы это сделать в духовке. Даже есть варианты приготовления на сковородке. Но, как по мне, кажется, все-таки более сакральный – это огонь. Потому что этот обряд пошел из древних верований наших предков-славян, которые потом плавно переросли, как многие обряды христианские. Вот. Если вы знаете, наше православие, наше христианство тесно связано с обрядами из тех, что были у славян. Тесно переплелись. Вот. И неотъемлемы для Украины эти обряды. Кстати, не только для Украины. В России также многие верующие знают про эту соль четверговую или черную соль. Вот. И поэтому тоже многие практикуют такие обереги, вот такие заговоры. Намолим эту соль, хранят, используют. Вот. Ну, чего и мы сейчас с вами сделаем. Ну, вот. Наши угли уже готовы. Вот. Мы берем нашу заготовочку хлеб с солью и ставим выпекаться. Вот так вот оно готовится. По стадиям готовности буду снимать, показывать, что из этого получится. Вот так это происходит. Ржаной хлеб придаст как раз соли нужный оттенок. Продолжение следует... Вот так попекается наша соль. Хлеб уже начинает хорошо готовиться. Угли под низом пить. Жар хороший. Крышечка немножко начинает уже отставать. Возможно, скоро мы увидим, что там внутри. Видите, как вот. Вот так вот у нас получается. Вот такая красота. Результат попозже я вам покажу, что у нас получилось. Вот, что у нас получается. Давайте посмотрим, что там внутри. Попробую открыть и подглядывать. Ах, горячо. Горячо. По-моему, там еще светлые. Кристаллики еще, наверное, туда вовнутрь. Там достаточная влажность, и кристаллики, если вы видите, видите, еще белые. То есть, еще должно оно выпекаться. Собрала я заслоночку, потому что с ней не очень хорошо выпекается. И, как видите, пока кристаллики у нас белого цвета. Ну вот, готова моя четверговая соль. Посмотрите, какие черные кристаллики получились. Вот если немножко подсверкать, граньки видно на некоторых из них. Видите, запаха обещанного яичного я не обнаружила. Вот. Получились разные окрасы. Более черные, те, что были, снизу. И вот, если видите, есть такие кристаллики бежевого, такого, кофейного цвета. карамелевого. Видите, какие у меня крупные были кристаллики соли, поэтому. Вот. Хранить я планирую вот в такой деревянной коробочке. Она сделана из натурального дерева. Поставлю возле икон, которые у нас хранятся дома. Пасть и оберегом. При необходимости можно посыпать ее по углам дома. И бросить тоже немножко под половичок, чтобы через порог не переступали нехорошие люди. тихо. Спасибо. Продолжение следует...